Добрый день. Я уже рассказывал про кубоиды от компании AI 4х4х3 и 4х4х5. Пришло время 5х5х4 того же бренда. Коробочки у меня нет, но для примера вот от 4х4х3 примерно так же бы она и выглядела. По габаритным размерам элементов 5х5х4 такой же как 4х4х5. Если посмотреть на 4х4х3, здесь элементы гораздо крупнее. А так 4х4х5 по грани где 4 элемента такой же как обычная четверка. И на один элемент больше там где 5 слоев. Ну и здесь получается что высоту размером с четверку, но в ширину на один слой больше. Получается где-то 75 мм. То есть 75 на 75 на 60. По сути этот кубоид это кубик 5х5х5, у которого убрали один слой. Если мы повернем вот так, то мы видим, что слой которого убрали это средний. Среднего слоя нет. И потерять форму кубоид не может. Движения у белой и желтой грани доступны любые на 90 и на 180 градусов, а у боковой грани только на 180. Потому что если поворачивать на 90, дальше движение блокируется. Из-за этого при перемешивании громкоформу не теряет, а это накладывает свои особенности в сборке. Здесь мы видим полноценный центр 5х5, белый и желтый. И полноценные ребра с кубикой 5х5, 8 на желтой грани и 8 на белой. Если смотреть здесь, то вот эти ребра собрать какими-то простыми способами, наверное, будет не очень просто. Поэтому я собираю по-другому. Я сейчас покажу свой способ сборки. Для начала громко перемешаю. Стоит отметить, что вращается она получше, чем 4х4х5. На этом кубойде нету таких вот пустых элементов, как на младшем брате. И все такое более приятное. Все детальки имеют стеночки. Вращает, конечно, не как скоростной куб, но вполне приемлемо. Для того, чтобы полностью перемешать, много движений не потребуется. Вот примерно так оно и выглядит. Я начинаю сборку с центров белого и желтого. И делаю это как на обычном 5х5. Ну, получается, мы собираем противоположные центры. Поэтому не все так удобно. Но приемы все те же. Мы собрали две полоски. А, ну третья здесь собралась. Допустим, что ее нет. Нет у нас третьей полоски. Мы просто какими-то способами собираем и отправляем. Белый или желтый центры фиксированы. Все остальные нет. Поэтому здесь важно следить, где какой мы будем собирать. Боковые центры у нас будут стоять из двух элементов. Да, может показаться, что элементов здесь больше. Но на самом деле будем собирать только два. Соберем их, потом будем собирать ребра. Прежде чем собирать боковые центры из двух элементов, мы соберем вот эти тройные ребра. И тут мы поступать будем похожим образом, как на 4х4, на 5. То есть собираем ребро, заменяем на несобранное. Сейчас покажу. Вот у нас два красных элемента, белокрасных. Расположим их вот здесь. А недостающий вот здесь, по диагонали получается. Таким двойным движением собираем, отводим в сторону, заменяем на несобранное, ставим сюда и отменяем первое движение. В итоге у нас появилось собранное ребро. Ну а центры все целы. Ну все два. Дальше продолжаем. Вот у нас два желто-синих. Ищем желто-синий элемент еще. Где-то вот он. Располагаем опять же по диагонали. Вот у нас два желто-синих и один желто-синий тут. Может быть спереди, может быть сзади. Главное, чтобы по диагонали. Объединяем. Отводим в сторону. Заменяем на несобранный. Возвращаем сюда. И отменяем первое движение. Ну белый и желтый центры могут меняться местами, не так важно. Но мы уже собрали второе ребро. Вот одно, а вот второе. Всего таких ребер тройных восемь. Продолжаем. Вижу еще двойные элементы. Их может и не быть, тогда придется делать его в два этапа. Два зелено-желтых. И вот еще один. Так. Два здесь, один тут. Соединяем. Так. 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 Возвращаем. Два оранжево-желтых. Я смотрю, справа у меня закончились несобранные ребра. Поэтому какую-нибудь сюда подведу. Подниму его наверх, чтобы не потерять. Вот у нас эти элементы. И желто-оранжевый я поставлю вот сюда. Так вот. Раз. Отведем. Заменим на несобранное. Вернем. Ну, два бело-оранжевых появилось тут. Рядышком. Давайте лучше соберем какой-нибудь вот бело-зеленый, где нужно центральный слой вращать. Находим бело-зеленый. Вот два бело-зеленых. Вот еще один бело-зеленый. Так. Тут несобранных нет. Давайте перехватим. Вот тут есть один несобранный. Ставим его где-нибудь поближе. Так. Вот бело-зеленый. Два тут. Один тут. Собралось. Так. Чтобы его не потерять. Вернее, не сместить вот сюда. Опустим вниз. Подводим сюда бело-зеленый. Заменяем на несобранный. Возвращаем. И отменяем первое движение. Вот у нас бело-зеленый собралось. Но по итогу. Одно. Два. Три. Четыре. Пять ребер. Уже готово. Ну, я так подозреваю, что три оставшихся. Сейчас за одну комбинацию у нас соберутся. Вроде. Должно всегда так получаться. Два красно-желтых. Еще один красно-желтый. Я вот эти два подведу вот сюда. Подвел. Твожу в сторону. Заменяю на несобранный, который я приготовил. Твожу туда. И останавливаю центры. Проверяем. Раз, два, три, четыре правильных ребра. Раз, два, три, четыре правильных. А здесь невозможный случай, который на пять на пять называют паритетом. Ну, на ребрах, когда нужно одно развернуть, либо два, неудобно. Здесь вот у меня всегда получалось, что только три. Думаю, так оно и есть. Собрали мы тройные ребра. Далее собираем центры. Ну, соберем где-нибудь синий. Вот, из двух элементов. Дальше белый, синий. Вот здесь вот должен быть красный. У нас почему-то здесь. Отправляем один элемент. Отправляем второй элемент. Ну, как на четыре на четыре собираем. Вот красный центр. Здесь должен быть зеленый. Зеленый стоит. Зеленый еще один. Выбиваем тот зеленый. Разворачиваем. Возвращаем. Оранжевый собрался автоматически. Да, и самое обидное заключается в том, что мы сейчас зря собрали вот эти вот центры. Но их можно было только для белого креста собирать. То, что для желтого они все равно разрушатся. Поэтому этот этап можно было не делать. Сборка боковых центров. Это я зря сейчас. Собираем крест белый. Для этого мы объединяем тройное белосинее ребро с вот таким белосиним центром. Дальше нам нужно объединить вот это вот красное ребро вот с таким вот красным центром. Ну, оранжевое с оранжевым. То есть, если бы мы сейчас центры не собрали, мы также смогли бы это сделать. Как на обычных кубоидах. Ну, и зеленое собрано. В итоге у нас что есть? Белый крест. И здесь вот не собраны какие-то элементы. Справедливости ради скажу, что вот эти вот оранжевые три элемента лучше бы поставить сюда. Поэтому я сделаю вот так. Пока нам это позволяет. Конструкция кубика. Ну и все. То, что здесь вот что-то разрушилось, не так страшно. Далее мы собираем вот эти угловые элементы. Ищем их у желтой грани. Вот у нас белый, красный, зеленый. Пары к нему, к сожалению, нет. Ну и другого элемента тоже нет. Посмотрим, что мы здесь можем. Это нет. Так. Вот у нас оранжево-зеленый элемент. Его можно поставить вот сюда, между зеленым и оранжевым. Так. И для него нужен вот этот уголок. Но он пока стоит там. Поэтому просто вот этот элемент с рандомным желтым углом. Для этого делаем алгоритм перестановки вот сюда. R2. Уштрих. Двумя слоями. L2. U. R2. Уштрих. L2. U. Так. Вот элемент встал на место. И высвободил отсюда какой-то белый уголок. Кажется, вот этот, если к нему пара, к нему пара есть. А как нужно правильно ставить? Вот у нас красная сторона, от красной, с красной должна совпадать. Вот эта синяя не должна совпадать. То есть правая совпадает, передняя не совпадает. Тогда вот эти элементы станут на свое место. Вот эти два, отправляем туда. R2. Уштрих. L2. U. R2. Уштрих. L2. U. Так. Вот они стоят хорошо, несмотря на то, что вот эти вот не те. По вот этим, если сравнить, все красиво. Ну и первый слой, белый, собирается. Едем дальше. Дальше у нас здесь вот уголок есть. Вот к нему пара. Зеленый совпадает. Оранжевый не совпадает. Значит, вот эти два элемента хорошо станут вот сюда. R2. Уштрих. L2. U. R2. Уштрих. L2. U. Так. И что у нас осталось? Здесь вот эти элементы. Так. Этот синий-оранжевый. Мы отсюда поставим вот сюда. И вот тот же самый алгоритм. И оставшийся уголок. Нижняя часть у него уже здесь стоит. Вот он, белый, зеленый, оранжевый. Будем переставлять сюда, вращая только один верхний слой. Алгоритм тот же. Можно, конечно, вот эти элементы и сейчас поставить по своим местам, но я предпочитаю это оставлять на конец сборки. Мне так удобнее. Да и при решении паритетов многое может поменяться. Дальше переворачиваем белой стороной вниз и собираем уголки с желтой стороны. Ищем глаза. Красные-красные уголки. Это глаза. Тут глаз нет. Значит, располагаем слева. Также находим глаза здесь. Тоже ставим слева. Если на каком-то из слоев нет глаз, то есть нужно переставить по копью, то берем произвольным способом. И Т-перм придется сделать два раза. Если бы у нас сейчас было на нижнем слое копье, а сверху глаза, то глаза надо было поставить перед собой, чтобы после первого применения Т-перма верхний слой не собрался. Ну а так у нас заодно применение, как в обычных кубоидах 3х3. На любое число соберутся углы. Т-перм, R2, U, R2, U, R2. А поскольку здесь нет среднего слоя, и мы делаем двумя слоями, то вместо движения U'D мы можем сделать перехват Y'. R2, U, R2, U, R2. Ну и подворачиваем, смотрим, уголки-то все и собрались. Раз мы сделали Т-перм, у нас как-то поменялись ребра, вот эти вот центральные, и если бы мы их ранее собрали, они бы переставились. А так у нас вот два элемента стоят правильно, а два неправильно. Мы к ним вернемся позже. Давайте дорешаем верхний слой. Здесь только тройные ребра. Мы видим, что на верхнем слой у нас паритетная ситуация, и выполняем алгоритм паритета. Здесь можно поступать по-разному, и наиболее оптимального способа я пока еще не выбрал. Если мы прокрутим стандартный алгоритм паритета для кубика 4х4, то у нас сломаются вот эти ребра. Давайте продемонстрируем. R малые дважды, правый внутренний слой, U2, R малые дважды, Uv2, R малые дважды, Uv2, U2. Мы видим, что переставились два вот этих элемента. То есть мы сломали ребра, а это там ни к чему. Поэтому отменяем. R2, U2, R2, Uv2, R2, R2, так, что-то я... А, все вроде, да? Вот так. Вернули ребра на место. Можно использовать алгоритм из кубоида 3х3х2 выполнять R2, U2, R2, U2, R2, U2. Но в этом случае у нас разворачиваются вот эти элементы. Паритет решается. Мы получаем вот эту нездоровую ситуацию. Которую также, кстати, можно решить, если взять вот так и прокрутить алгоритм для паритета. Но мы вот эти центры порушим. Поэтому так тоже делать не стоит. Я алгоритм отменяю. R2, U2, R2, U2, R2, U2. Но если делать R2, U2 двумя слоями, то возможно что-то получится другое. R2, Uv2, R2, Uv2, R2, Uv2. Мы смотрим. Вот эти элементы стоят на месте. Это хорошо. И паритет у нас решился. А дело все в том, что у нас помимо вот этих вот ребер переставились еще местами вот эти ребра второго слоя. Поэтому их не было смысла собирать. Их и T1 переставляет, и паритет переставляет. Еще раз, давайте посмотрим. Мы перед нами сейчас вот здесь вот красно-зелено-красное ребро. Выполняем алгоритм. И перед нами другое ребро. а то, которое было нашу оказалось сзади. Но мы снова создали себе паритет. Поэтому давайте решим. R2 Uv2 R2 Uv2 R2 Uv2 Как по мне, вот это, наверное, оптимальный способ сборки. То есть, мы собираем крайний слой, а потом уже дособираем средний. Здесь у нас сверху получился Z-perm. Его, конечно, можно решить алгоритмом из кубоида 3х3х2, либо сделать два стандартных Uperma. Давайте для интереса я из 3х3х2 сделаю алгоритм, а потом покажу и Uperma, и туда, и обратно. Из такого положения, чтобы представлялись вот эти два элемента и вот эти два, мы выполняем движение M2 U-штрих M2 F2 M2 F2 U M2 и у нас собрался верхний слой, но при этом вот тут на нижнем тоже переставилось, поэтому использовать наверное Z-perm будет рационально, когда вот эти элементы уже собраны, поэтому давайте его отменим M2 U-штрих F2 M2 F2 M2 U M2 да, и вот вроде все вернулось, не помню так было или нет, но наверное, и соберем U-perm как-то и должно происходить. Выполняем прямой F2 M2 D R2 D-штрих M2 D R2 D-штрих возвращаем. У нас один элемент встал на место, и теперь нам нужно сделать обратный U-perm. Разница будет только в движении M2 делаем F2 M2 пропускаем делаем D R2 D-штрих M2 D R2 D-штрих делаем тот M2 который пропустили делаем F2 так ну крайние слои у нас уже собраны собираем остальное давайте посмотрим на центральные элементы вот у нас оранжевый на месте зеленый синий и красный не на месте если мы переставим их вот так то они наверное соберутся как надо да красный встанет сюда синий сюда зеленый туда делаем обратный U-perm для среднего слоя кстати можно вместо этого поставить красный элемент вот сюда зеленый пойдет сюда а синий сюда тогда у нас красная тройная полоска соберется и мы целиком переставим чем по отдельности их ставить здесь много вариантов работы давайте с этого начнем красненький вот сюда лучше поставим выполняем это нам нужно против часовой то есть прямой U-perm F2 M2 и вращаем нижний внутренний а так все движения те же так и что мы видим у нас красная полоска половинка ну два элемента от зеленой и синяя если мы сейчас переставим против часовой стрелки у нас будет все вообще хорошо много элементов собираться теперь делаем для трех внутренних слоев сразу м2 м2 будет тремя слоями так вот эта сторона собрана ну и здесь стало более красиво что мы можем сделать дальше мы можем вот этот оранжевый переставить сюда тогда вот этот красный перейдет вот сюда но смысла в этом нет а тут зеленый должен быть если мы сделаем вот так сетап мов получается оранжевый перейдет сюда соберет красный перейдет сюда не соберет но зеленый перейдет вот сюда и соберет зеленую полоску делаем юперм для левого элемента, а значит вращать нужно правый внутренний слой, F2, M правым внутренним, D, опять правый внутренний, так, мы отменяем сетапов. Что получилось, собралась зеленая полоска, красная есть, здесь осталось немного. Что можно сделать? Можно сделать вот такой вот setup move, да, и вот этот элемент сюда, этот сюда, ну а синий перейдет сюда и будет вообще все отлично. Но чтобы было по часовой стрелке движение нужно сделать обратный юперму. Для какого? Так, рано порадовался, а нет, все нормально. Правый сюда, зеленый сюда, а красный пойдет сюда. Ну ладно, у нас соберутся хотя бы два элемента. Для правого будем вращать левый слой. получается этот ход меняется. Так, тут собралось. Не запомнил, что я переставлял, но надеюсь стало лучше, хотя не похоже на это. Переверну кубует, чтобы пособирать с другой стороны. здесь еще много не собранных. Так, тут левый, тут левый. Если мы этот элемент отправим сюда, синяя полоска соберется. Красный придет сюда хорошо, зеленый придет сюда хорошо. Обычный юперм для левого элемента. То есть вращать будем правый внутренний слой. так. Я сделал не тот юперм, да? Надо было сделать обратный юперм, а я сделал прямой. Ну, теперь надо сделать, значит, еще один прямой. Красный сюда, синий сюда, зеленый сюда. Да, действительно. Повторяем, значит. Вот. Так-то лучше. И что у нас остается? Тут два элемента и тут два элемента. Надо их как-то уменьшать в количестве. Ну, если мы сделаем вот такой святопнов, то мы этот элемент можем переставить вот сюда. Оранжевый перейдет сюда, а зеленый сюда. Два из них соберутся. Против часовой стрелки, стандартный юперм для правого элемента. Значит, вращаемся с левой стороны. Так. И отменяемся с этапов. В итоге у нас остается два элемента. Вот этот и вот этот. Поставим их на один слой. Так. Если оранжевый перейдет сюда, синий сюда, красный сюда. Значит, вот сюда нужно поставить что-то оранжевое, чтобы этот не сломал, а этот оранжевый, который здесь будет, пошел сюда и будет все хорошо. Значит, подворачиваем сюда что-то оранжевое и setup move R. Главное потом не забыть сначала R, потом D и потом B. И делаем, что обычный юперм для этого правого. Вернее, правом слое. Так. Что-то пошло не так. Давайте отменим все, что я тут накрутил. Я какой-то... Я что-то сделал не так. Теперь у нас четыре несобранных элемента. Ситуация ухудшилась. Так. Еще раз. Я планировал вот этот элемент. А, я крутил правым слоем, а надо было левым. Поэтому я это не собрал, а еще и это сломал. Значит, нужно сделать еще раз. Давайте посмотрим. Здесь оранжевый. Так. Красный слева. Оранжевый слева. Давайте сначала их решим. Этот и этот. То есть, мне вот сюда нужен оранжевый. Оранжевый такой. Слева, чтобы был. Так. Для левого элемента делаю правым слоем. Так. Вот я откатил к той ситуации, которая была. А. Делаем стоп-мок вот такой. Д. Д штрих там был. Р. И для правого элемента делаю левым слоем. Сначала Р. Потом Д. Потом Б. Вот. Ну, так должно было быть пару минут назад, если бы я не ошибся. Интересный кубоид. Есть простора для интуитива. Можно выбирать более оптимальный маршрут. Ну, вот все какие алгоритмы необходимы, я показал. Не очень сложная и достаточно интересная головоломка. Я рекомендую коллекционерам и тем, кто уже знаком с другими кубоидами. До всего здесь можно додуматься самостоятельно. Как сделал и я. Я не смотрел никаких обучающих видео. И вот уже который раз собрал. Каждый раз придумаю что-то новое. Возможно, это не финальная версия моего способа. Но, наверное, уже где-то близко. Поищите. Должен кубоид этот продаваться. Стоит, конечно, не очень дешево. Учитывая, сколько стоило 4х4х3 и 4х4х6. Но я бы грустил, если бы у меня такого кубоида в коллекции не было. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok